Итак, рестарт. Джеймс Хинчлев на первой позиции, Токума, Сата второй. Реально на трассе третий сейчас Эллио Кастр Невис. Для Михаила Алешина сейчас может быть шанс попробовать опередить Сата и Хинчлева и вернуться в один круг с лидерами. Ну а затем, если на трассе появится еще раз спейс-кар, то это позволит Михаилу Алешину догнать весь пилотон. Ну и в то же время очень любопытная ситуация, потому что на этапе в Детройте был иной случай с точностью наоборот, когда Токума Сата, вставая на круг, атаковал Михаила Алешина и столкновение! Алешин сталкивается с Токума Сата. Две машины здесь поберег движения, стоят как бы кто ни врезался. Но здесь абсолютно, на мой взгляд, по крайней мере, изначально было впечатление, что Сата виноват. Он прижимал Михаила Алешина к бортику. Как раз я стал вспоминать происходившее в Детройте, когда Сата проигрывал круг, Алешину его атаковал, и Алешин перекрыл траекторию, но гораздо более спортивно, так скажем. Тем не менее, получил за это наказание. Ну а здесь в итоге происходит контакт между японцем и россиянином. Машина Алешина даже не заглохла, и сейчас он продолжает пытаться вернуться в конку, но нет, все-таки сдав задним ходом, машина заглохла. Итак, смотрим, как это происходило. Вот здесь Сата, посмотрите, начинает менять траекторию, смещается в сторону Михаила Алешина, и продолжает смещение уже после первого контакта, который Японец совершенно точно должен был почувствовать. Ну, камикадзе, что здесь сказать. Гонка не заладила для Михаила Алешина, сам старт был неплохим, ну и для Сата тоже все закончено. Что ж ты делаешь, Токума? Так можно описать жест Михаила Алешина. Увы, гонка для него закончила. Увы, гонка для него.